Добрый день! Сегодня я хочу вам показать, как правильно чистить и резать авокадо. Авокадо это такой фрукт, который растёт на дереве, на авокадо, можно даже сказать, как яблони. Ну, на подобии яблони. Авокадо бывает нескольких сортов, как яблоки. Авокадо бывает разной формы, разный по форме, разный по цвету, зависит от сорта. Разный по размеру и, конечно, у них разный вкус. Авокадо единственный фрукт, который имеет жирность, в котором содержится природный жир. Авокадо можно использовать как в солёных рецептах, так и в сладких. Так как сама мякоть авокадо практически не имеет ни сладкого, ни солёного вкуса. То есть, если мы добавим соль и всё солёное, это будет хорошо к какому-то солёному блюду. А если мы добавим, например, мёд, кленовый сироп, добавим какао, и мы можем из авокадо сделать шоколадный мусс. Потому что консистенция авокадо кремообразная, с ним очень легко работать. Но, какое это авокадо будет, я не знаю, это, конечно, загадка. Это авокадо было у нас какое-то время в холодильнике. Я вот сейчас его нашла и решила показать, как его резть и чистить. Я вам покажу, как я разрежу. На ощупь оно такое мягковатое, что достаточно говорить не о том, что... Но оно не очень хорошее. Но, тем не менее, у меня другого авокадо нет. Я хотя бы покажу, как я его режу и как я его чищу. А вообще, авокадо, если вы выбираете, и они очень жёсткие, как камень, то им надо дать полежать. Поэтому, если вы выбираете, например, 2 авокадо, 2 штучки авокадо, и вам нужно авокадо сегодня в салат, то нужно выбирать такой, который всё-таки помягче, упругой, но помягче. Не совсем мягкой, как каша. А если оно как камень, то ему надо дать полежать. Так, авокадо режем пополам. Мне само очень интересно, как оно выглядит внутри. Но судя по тому, что мягкое, я думаю, оно уже... Ну нет, я ожидала хуже. Но запаха абсолютного авокадо никакого нет. Вот так выглядит авокадо. Косточку. Вот так мы разрезали пополам. Клокс ударил, шелом, час авокадо. Thanks. Вы ножом, ну, тед-клосс. Ножом ударяем по косточке и вот так вынимаем. Так как это авокадо уже мягкое, оно уже спело-переспело, поэтому косточка легко удаляется. А если авокадо немножко потверже, то косточку вынимать тяжело. Но вот это метод, так вынимают косточку из авокадо. Теперь, если вы... Вам нужно целое авокадо, и вы будете из него делать, например, квакамоли, то есть часть соленого рецепта, в которую вы кладете чеснок, оливковое масло, в которое вы кладете лимонный сок, то можно просто из целого авокадо, вот так ложечкой вы мякоть выбираете, и потом это идет, вы пюре из этого делаете. Можно делать так. А если вы кладете в салат, вот я сейчас нарезала себе салат, и хотите кусочками, то вы ножом, ножом, вы вот так разделяй, режете авокадо, не прорезай, конечно, кожу, и ложечкой выгребайте, у вас будут дольки. Если вы хотите кубиками, вы разрезаете вот так кубиками, кожицу прямо чувствуется, до конца разрезать не нужно. И ложечкой опять вот так выгребаете. Вот так. Но надо помнить, что авокадо жирное, и, конечно, на одного человека в салат половинки многовато, я, честно говорю, лучше, я думаю, четвертиночку или третью часть от авокадо. Вот здесь вот чуть-чуть, немножко темненько я убираю, но, в принципе, это ничего страшного. Чуть-чуть. Вот. Эту половиночку, я не знаю, до завтра она долежит или нет, потому что оно очень мягкое. Оно прям вот, вот такое мягенькое. Ну вот. Я думаю, я вам рассказала про авокадо, все, что я знаю. Вообще продают, есть такие специальные нарезки, ну, что только не продают, которые захламляют нашу кухню. Он такой, как венчик, такой железный, этим венчиком, вот так разделяется на полосочки. Когда авокадо по упруже, не такой мягкой, его прямо выделяешь, вынимаешь и вот так раскладываешь веерочком, тоже очень вкусно. Как я сказала, выдавить чеснок, лимонный сок можно выжать, и оливковое масло, и само по себе это будет очень вкусно, как вы все знаете. или размять и сделать в пюре. Добавить также чеснок, лимонное масло, лимонный сок и растительное масло, и нарезать морковку, нарезать сельдерей и как дип. И такая будет очень вкусная закуска. Ну вот. А это мой салат из овощей, которые я просто крупно нарезала. У меня такие маленькие черри-помидорки, вот такой красный болгарский перец очень вкусный, редисочка, несколько долек обуречка, зелёный салат. Ну и я сейчас это заправлю лимонным соком и растительным маслом. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго.